С вами Рик Реннер. Сегодня я в храме Гроба Господня в Иерусалиме, на очень важном месте. За моей спиной защищенная стеклом и прекрасно освещенная полуколонна. В чем ее значимость? Предполагается, что к этой колонне по распоряжению Понтия Пилата для бичевания приковали Иисуса. При бичевании осужденного приковывали к колонне, вот таким образом. Обычно руки закреплялись так, чтобы жертва не могла прикрываться ими для защиты, или вообще двигаться. Человека надежно приковывали к колонне. Палачи, которых обычно было двое, держали в руке плеть, каждый свою, с длинными хвостами, к концу которых привязывали гвозди, обломки костей, осколки стекла, крайне острые предметы. Затем начиналось беспощадное избивание осужденного. Всю жестокость бичевания можно представить, просто посмотрев на эту колонну. Каменная колонна вся покрыта глубокими бороздами от плетей. Если такие следы оставались на камне, представьте, что происходило со спиной Иисуса в день Его бичевания. Поэтому в Исаии 53, стих 5 говорится, «Мы исцелены ранами Иисуса». Петр пишет об этом в 1-м послании, 2-й главе, 24-м стихе, «Вы исцелились». В греческом — «обширным кровоподтеком Иисуса». Речь не просто о мелких ссадинах. Спина Иисуса была рассечена в клочья. Когда Его положили на эту колонну и бичевали за Меня и за вас. По словам Исаия 53, 5, это было ради нашего с вами исцеления. Об этом и пойдет речь сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как замечательно, что вы смотрите сегодняшнюю передачу. Сегодня мы поговорим о ранах на теле Иисуса, которыми вы исцелились. И как было сказано во вступлении к сегодняшней передаче, когда Иисуса положили на эту колонну и начали бичевать, Его туловище буквально изрезали в лоскуты, чтобы мы с вами могли принять сверхъестественное исцеление. Сегодня речь пойдет об этом, не пропустите, досмотрите до конца. Напоминаю, что мы предлагаем вам аудиоцикл «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Я назвал его «Неизвестные факты», потому что эти факты были мне неизвестны. С самого детства, каждый год на Пасху, я слышал одну и ту же проповедь, за что очень благодарен. Но всегда думал, в этой истории есть что-то еще, и, повзрослев, я решил изучить Евангелие и обнаружил то, что оживило для меня пасхальную историю. Все мои открытия вошли в данный аудиоцикл из 25 частей в комплекте с изумительным учебным пособием, в котором есть все греческие слова, определения, истины, важные подробности римского закона, богатый материал. Пособие полезное для личного духовного роста и подойдет для изучения в домашней группе. Вы можете скачать ознакомительную версию книги «Заплачено сполна». Сегодня я зачитаю из нее отрывок, потому что сказать лучше, чем я написал, уже не получится. Я подробно описываю бичевание Иисуса, и полное ее название «Заплачено сполна» важнейшие истинные факты крестовых страданий. При ее написании я получил столько духовных благословений. Я смог в полноте оценить жертву Христа больше, чем прежде. Так что эта книга будет очень полезной для вашего духовного состояния. Пока мы не перешли к теме бичевания, давайте вернемся в резиденцию Пилата по Матвею 27 главе. Иисуса только что вернули во дворец Пилата. Он уже побывал у Ирода, в другом конце Иерусалима. Завершив свое дело, Ирод отправил Иисуса обратно к Пилату. И теперь Пилату вновь разбираться с делами Иисуса. Он объявил, «Я отпущу этого человека, вы хотите его крови, его будут бичевать, кровь польется рекой, а затем отпущу». Толпа расферепела, узнав, что Пилат решил отпустить Иисуса. И тут началось возмущение, волнение. Об этом мы читаем в Матфея 27, стих 24. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается. Существительное смятение в греческом означает волнение, восстание, события, ставшие причиной беспорядков, эмоции, вышедшие из-под контроля, общественный протест, который сопровождается выкриками, истерическими воплями, волнение, приводящее ко всеобщей панике и нарушению общественного порядка, всенародное возмущение. А римляне очень боялись всенародных возмущений. На сей раз Пилат был к этому не готов. И мы понимаем из этого текста, смятение увеличивается. Увеличивается перевод греческого слова «гиномай», что указывает на нечто неожиданное, событие непредвиденное, которое застает врасплох. Пилат растерялся. Не успел он глазом моргнуть, как все завертелось. И что он сделал? В Библии говорится, что он взял воду и умыл руки перед народом, и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Смотрите, он умыл руки перед народом. Предлог «перед» означает делать что-то всенародное. Он хотел показать всему народу, непременно всему, что он умывает руки. А что означает «умыть руки перед народом»? Читаю свои заметки. Вода указывает на очищение, а руки олицетворяют нашу жизнь. Умывание рук стало обрядом, символическим актом снятия с себя вины. Умывая руки в этой воде, Пилат заявил, «Я не повинен в пролитии крови этого праведника». Он так и сказал, «Я не повинен», что в переводе с греческого означает «я не виновен», «я без вины меня не за что наказывать», «я не отвечаю за то, что произойдет». И затем он поддался на требования религиозных вождей отдать Иисуса на распятие. Но прежде, как говорится в Матфея, глава 27, стих 26, «Пилат бил Иисуса». Он бичевал Иисуса. Прочту из моей книги «Заплачено сполна». Так как сказать лучше написанного не получится, не буду торопиться, ведь это момент важный. Что значит «бичевать человека»? «Бичевать» греческого «фрагелло». Это было одним из ужаснейших слов в древнем мире по причине страшных образов, которые возникали в воображении человека, слышавшего это слово. «Когда отдавался приказ к бичеванию...» Послушайте. Знаю, за текстом следить непросто, но я хочу донести до вас истину. Когда отдавался приказ к бичеванию человека, первым делом с человека срывали всю одежду. Так все его тело становилось открытым для ударов плетьми. И мы понимаем, когда Иисуса приковали к этой колонне, он лежал на ней совершенно нагим. С него сорвали всю одежду. Затем жертвы приковывали к шесту высотой около 50 сантиметров. Это то, что я показал вам в вступлении к этой передаче. Руки жертвы были привязаны к металлическому кольцу над головой. Кисти рук были прочно закреплены во избежание лишних движений туловищем. В таком стесненном положении человек не мог двигаться и, значит, не мог уклоняться от ударов плетьми по спине и всему туловищу. При бичевании человек оказывался в положении, когда не двинуться, не уклониться, не защититься от ударов он не мог. И ему оставалось лишь стоять на месте, снося удары плетьми. Римляне считались знатоками, специалистами бичевания. Мысль о том, что они лучшие бичеватели на свете, доставляла им особое удовольствие. После того, как жертву прочно приковывали к шесту и растягивали над ним, римские солдаты приступали к жестокой пытке. Историки пишут, что от одной мысли о бичевании туловище жертвы напрягалось. Мышца начинала сводить, кровь отливала от лица, губы плотно сжимались, человек ждал первого зверского удара плетью, который разорвет его тело в клочья. Это было ужасно. Бич делали из короткой деревянной палки, которой крепили несколько длинных кожаных лоскутов. К краям лоскутов привязывали острые гвозди, битое стекло, обломки костей и проволоку. Бич называли одним из ужаснейших орудий пыток во всем римском мире. Он нагонял такую жуть, что от одной лишь угрозы бичевания успокаивалась ревущая толпа. Самый буйный мятежник останавливался. При одном упоминании самые отъявленные рецидивисты дрожали от перспективы оказаться приговоренными к римскому бичеванию. Обычно приговор приводили в исполнение два бичевателя. Они хлистали человека попеременно, с двух сторон. При частных ударах длинные кожаные ремни с острыми предметами на концах опускались на все участки туловища, опутывали человека целиком, гвозди, проволока, стекло и кость впивались глубоко в кожу человека, прорезали до мышц и сухожилий и рвали их на части. Как видите, это не просто царапинки. Это дикая резня по живому телу. Просто ужас. При каждом ударе плетью кожаные ремни обвивались вокруг тела жертвы, вонзаясь в живот и грудь, причиняя нестерпимую боль. Каждый удар калечил страдальца. Он хотел уклониться, но не мог, так как его руки были крепко привязаны к металлическому кольцу над его головой. надеясь избежать хотя бы одного удара, человек взывал к милости, умоляя прекратить эти невыносимые муки. Каждый раз, когда истязатели наносили удар, кожаные ремни, прикрепленные к деревянной рукоятке, оставляли частые разрезы, ведь острые предметы на концах ремней вонзались глубоко в плоть по всему туловищу. Затем палач делал резкий рывок назад и выдирал из тела человека целые куски плоти. Вскоре спина, ягодицы, ноги, живот, грудь, лицо жертвы становились обезображенными после рубящих ударов плетьми. В исторических документах пишется, что спина жертвы становилась настолько изуродованной после бичевания, что был виден даже позвоночник. В других текстах пишется, что через раны от плетки наружу вываливались внутренние органы и кишки. Раннехристианский историк Ивсевий писал, вены были снаружи, оголялись все мышцы и сухожилия, были видны внутренние органы. Видите, то были не просто царапины на теле и спине Иисуса, а ужасная пытка, которой Пилат подверг Иисусу. Вот таким было римское бичевание. Библия говорит, Пилат отдал его на бичевание, и мы прочитываем эти слова, часто не понимая, что бичевание Иисуса оказалось для него страшнейшей пыткой. Плеть рвала кровяные сосуды жертвы. Человек терял много крови и биологических жидкостей. Сердце начинало биться чаще, тяжелее, проталкивая остатки крови к поврежденным органам, которые сильно кровоточили. И это было равносильно попытке потушить пожар через разорванный шланг, из которого просто так хлещет вода. Кровь беспрепятственно лилась через открытые раны, и из-за потери крови резко падало кровяное давление. От нестерпимой боли истезуемый часто падал в обморок, испытывал жажду, и затем впадал в шоковое состояние, сердцебиение становилось неровным, и вскоре случался приступ сердечной недостаточности. Вот каким было бичевание по-римски. Продолжим. По иудейскому закону, жертве полагалось 40 ударов, но поскольку после 40-го удара наступала смерть, количество ударов сократили до 39. Однако у римских палачей не было ограничений в ударах, а Иисус оказался в руках римских палачей, не иудейских. Поэтому, вполне вероятно, даже наверняка, Иисусу нанесли больше 40 ударов плетьми, тем более, учитывая, насколько сильно и люто иудеи ненавидели Иисуса, и как жестоко глумились над ним римские солдаты. Так, читая о том, что Иисуса бичевали, «Теперь вы будете хорошо представлять себе, какие муки в тот день претерпел Иисус, во что превратили римские палачи тело Иисуса». В Новом Завете об этом не говорится, но в Исаии 52, стих 14, сказано, «Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько было безображено. Паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих». Если истолковать эти слова буквально, становится понятно, что тело Иисуса было обезображено до неузнаваемости. Вот что такое бичевание. Слушать это достаточно тяжело, но правда в том, что прочитанное мной лишь поверхностный рассказ о бичевании. Я мог бы поделиться с вами и более выразительными подробностями, но вам бы это не понравилось. Нам с вами нужно понять, что Иисусу не просто нанесли несколько хлестких ударов по спине. Его туловище было сплошь разорвано. И представьте, что это было накануне распятия. Это было лишь прелюдии к последующим пыткам. Тот день выдался для Иисуса просто ужасным. Его предали, арестовали, оскорбили. Вели как животные из Гефсиманского сада во дворец Каиафа, где над ним глумились страшники и солдаты. Затем над ним надругались религиозные вожди, заплевав его, избив кулаками, и схлистав по щекам ладонями, играясь с ним. Затем его привели к Пилату, не знавшему, что с ним делать. Пилат отправил его через весь город во дворец Ирода. Там Ирод его высмеял, крича вместе со своими воинами в лицо Иисуса, словно сумасшедшие. Религиозные вожди продолжили глумиться и играть с ним в шарады, высмеивая его, сказав, «Он нам не нужен!» Ирод отправил Иисуса обратно к Пилату. Тот попытался освободить его, но не смог по причине народного возмущения. И теперь Иисуса жестоко избичевали. На его теле буквально нет живого места. Его мышцы, сухожилия, плоть превратились в лоскутии после тяжелых ударов плитми двух палачей, попеременно, и схлиставших его с обеих сторон. Все это происходило у колонны, которую я показывал вам в начале этой передачи. Когда будете в Иерусалиме, найдите эту колонну и рассмотрите ее. Она сделана из гранита, весьма крепкого камня, но даже на таком камне видны следы бичевания двухтысячелетней давности. И если бичевание оставило такие следы в граните, что же тогда осталось после него от человеческого тела, тела Иисуса? Да уж! Но это еще не конец рассказа. Он продолжается в Библии. В Евангелии от Матфея 27, стих 26 читаем, «А Иисуса, Биф, предал на распятие». О распятии мы поговорим в следующей передаче. Но смотрите, что было дальше. Стих 27, Матфея 27, стих 27, «Тогда воины, правители, то есть Пилата, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк». Весь полк — греческое слово «спира», римская когорта. Это не несколько солдат. Когорта — это десятая часть легиона. Отлично подготовленные римские солдаты, вооруженные на тот момент по последнему слову. Десятая часть легиона — это 600. И мы знаем, сколько воинов располагалось во дворце Пилата. Весь полк. Они все собрались, чтобы насмехаться над Иисусом. И в Матфея 27, стих 28 читаем, «И раздев его, надели на него багреницу». Иисус только что пережил бичевание. Его туловище полностью разодрано. Кожи почти не осталось. Внутренности наружу. Кровь бежит, как из открытого крана. Кровопотери — жуткая. И несмотря на все эти страдания, его продолжают оскорблять и унижать морально. Вокруг него собралось почти 600 солдат. Сорвали с него одежду. Набросили на него багреницу. Алая мантия. Где алая? Слово особенное. Указывающее на самый дорогой материал в древнем мире. Эту ткань опускали в алый краситель, который считался редкостью. Эту одежду носили только высокопоставленные чиновники, политики, генералы, императоры. Слово «мантия» в греческом указывает на плащ, накидку римских солдат, военных офицеров, судьей, царей или императора. Набросив эту накидку на Иисуса, солдаты снова смеялись над ним. А где они раздобыли такую мантию? Во дворце Пилата. Разумеется, в таком месте найти подобную мантию было проще простого. Видимо, солдаты взяли одну из накидок Пилата и одели в нее Иисуса. Затем в Матфея 27, 29 мы читаем, «И сплетя венок из терновника, надели ему на голову и дали ему в правую руку трость и стали насмехаться над ним, становясь перед ним на колени и говоря, «Да здравствует царь Иудеев». Во фразе «Сплетя венок из терновника» слово «терновник» указывает на ветви тернового куста с шипами настолько острыми, что от их уколов мог возникнуть болевой шок и даже наступить смерть. Настолько острыми были эти шипы. Библия говорит, «Венок надели ему на голову». Глагол «надели» в греческом «эпетитхами» в данном случае означает «натянуть грубо, с усилием надавить». Представьте только, шипы терна, способны вызвать болевой шок и даже смерть. А венок из него на голову Иисуса не положили нежно, а в оригинале «натянули с силой», надавили, набили ему на голову палками, воткнули в голову, пока Иисусу на голову натягивали этот венок. Острые и длинные шипы прорезали кожу на его лбу до костей черепа. Итак, его разорванное тело кровоточит после плети бичевателя. Теперь с его головы текут струи крови, а шипы скребут в его череп. И далее читаем. Дали ему в правую руку трость и стали насмехаться. Вставали перед ним на колени, говоря, «Да здравствует царь Иудеев». Существовала известная статуя Цезаря, держащего трость в правой руке, что указывало на его императорский статус. И вот воины смеялись над Иисусом, говоря, «А ты что за император? Что ты за царь?» Становясь перед ним на колени, в оригинале буквально следующее, становясь перед ним на колени, они насмехались над ним. Высмеивали Иисуса, опускаясь на колени. Все солдаты, все шесть сотен, и каждый по очереди подходили к Иисусу. Опускались на колени и высмеивали его, «Что ты за царь?» «Да здравствуй, царь Иудеев». В Матвея 27, стих 30 говорится, «И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Глагол «плевали» значит, что они становились прямо напротив него, и со всей мочи плевали ему в лицо. Затем брали трость из его руки и били ей по голове. Глагол «били» здесь в оригинале означает «ударять, наносить удары», или точнее «лупить со злостью». Теперь они лупят Иисуса тростью, что вставляли в его руку. И Матвей 27, стих 30, 1-й гласит, «И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его и повели его на распятие». Интересно, что слово «повели» в 31 стихе в оригинале «хапаго», то же самое слово, которым описывали действия пастуха, когда он обвязывает веревкой шею овцы и ведет ее за собой, куда нужно. Поразительно. Вспоминая обо всем этом, Петр писал в своем первом послании, 2-й главе, 24-м стихе. «Ранами его вы исцелились». Слово «ранами», греческое слово «молопс», указывает на обширный кровоподтек после ужасающей порки, оставляющей кровавые следы от плетей, вызывающей опухлость и меняющей цвет кожи по всему туловищу. Петр писал это. Не по откровению, а по памяти, он видел это, он был там. Он пишет, «Все туловище Иисуса было изранено». Его туловище целиком изменило цвет, оно опухло, покрылось отеками, и Иисус претерпел эти муки ради нашего исцеления. А те, кто считает, что здесь говорится о духовном исцелении, я, пожалуй, огорчу. Слово «иаомай» всегда указывает на физическое исцеление. И Иисус претерпел страдания, чтобы вы были здоровы, чтобы я был здоров. Вот почему в Исаии 53.5 написано, «Ранами его, благодаря его, кровоточащему телу, после всего ужаса, что пережил Иисус, через все это вы исцелились, благодаря этому». Наше время истекло. Через минуту я вернусь, и мы помолимся о вашем исцелении. От дворца Понтия Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за наши грехи. В книге «Заплачено сполна» Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговоров на пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до Голгофского креста. «Заплачено сполна» Это захватывающее повествование о любви и искуплении. Более глубокая и детальная, чем история, которую обычно рассказывают в воскресных школах. Скачайте ознакомительную версию книги «Заплачено сполна» важнейшие истины и факты христовых страданий. Также вы можете скачать аудиосерию «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». В этих 25 программах Рик Реннер рассказывает о самом известном событии в мировой истории и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на земле. Скачайте на сайте igc.org. Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские и исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голгофского креста и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт igc.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Добро пожаловать на мою страницу в Фейсбуке. Я ждал вас. На этой странице мы регулярно публикуем новости, учения, видео. Мы верим, что все это важно для вашей духовной жизни. Поэтому приглашаю вас регулярно посещать мою страницу в Фейсбуке. Хочу прочитать Исайя 53, 5, написано. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И вот, ранами его мы исцелились». Петр сослался на этот стих и выразил это в своем первом послании, 2, 24. «Ранами его вы исцелились». Слово «ранами» — греческое слово «молапс» указывает на обширный кровоподтек после ужасающей порки, оставляющей кровавые следы от плетей, вызывающая опухлость, когда цвет кожи меняется по всему туловищу. Глагол «сцелились» в велическом Иеомае указывает на физическое исцеление, не духовное, а телесное. Оно взято из медицины для описания физического исцеления, выздоровления организма. Исайя 53, 5, 1 Петра 2, 24. Эти места гласят, что тело Иисуса было изранено. Тело Иисуса было растерзано в клочья. Петр делится воспоминаниями. «Боже мой, все его тело опухло, поменяло цвет. Оно было как один сплошной кровоподтек. После всех пыток его было невозможно узнать, и все это ради нашего физического исцеления». И сегодня вы можете исцелиться физически. Приготовьтесь, сейчас будем молиться. Отец, во имя Иисуса, благодарим Тебя за здоровье, дарованное нам такой ценой. Именем Иисуса я запрещаю всем болезням нападать на разум и нарушать химический баланс в теле моих друзей. Каким бы ни был недуг, я запрещаю ему оставаться и приказываю исчезнуть, уйти во имя Иисуса. Бог заплатил за наше исцеление, поэтому я провозглашаю действия исцеляющей Божьей силы в вашем теле во имя Иисуса. Да, так здорово, что вы сегодня услышали все эти истины. И помните, Иклесиаста 8,4, «Там, где слово царя, там власть». В Божьем слове правда есть сила. И пусть сила Божьего слова проявляется в вашей жизни сегодня. До следующей передачи, в которой мы поговорим о распятии Иисуса. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин